Вы смотрите отзыв об отеле Принцессы Вера. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Даша11, который был в нем в 2016 году. Отдыхали с 3 по 10 октября 2016 года. Двое взрослых и ребенок 11 лет. Туроператор Библио Глобус. Летели авиакомпании «Россия», вылет в Папас в 14 часов. Зарегистрировались на рейс за сутки на сайте авиакомпании. Вылет из Внуково, рейс задержали на 1 час. Время в пути 3,5 часа, кормили сомбричом. Номер нам достался на втором этаже, номер 121, окнами на соседней отеле, в торце здания. Шумно не было, если балкон закрыт. На балконе столик и два стула. Полотенца и купальники сушили на стульях. Сушилка веревка не предусмотрена. По средам и воскресеньям постельное белье и полотенца не меняют, о чем сразу предупредили на ресепшене, но мусор выносят. Сейф и холодильник платные. Мы не пользовались. В номере две кровати, которые разъезжаются, как их не сдвигая, раскладушка для ребенка. Телевизор с четырех русскими каналами. Фен-сюрприз, встроен в выдвижном ящике стола. Стол и два кресла, чайник, микроволновка, посуда. Кондиционер очень продвинутый, но как ни настраивать дует на кровать. Поэтому охлаждали комнату и выключали его. В общем номер уютный, достаточно просторный. В душевой шампунь гель для душа. Скачков давления воды не было, вытяжки, правда тоже не было. Обязательно нужно взять с собой переходник для английской розетки. Питание. Завтраки с 7 до 10 утра достаточно вкусно. На выбор, йогурты четыре вида, каша рисовая или геркулесовая, яичниц или омлет, оладьи, фрукты, сухие хлопья, очень вкусные круассаны, выпечка, гренки. В общем, завтраки очень даже хороши. Ужин начинался с 19 часов, но в это время очень большая очередь. Поэтому мы ходили к 20 часам, и позже, в это время гораздо свободнее, все что заканчивается, сразу приносит. Шеф-повар очень приветливый мужчина, общается, следит, чтобы все вовремя приносили. Из мясного, всегда есть курица, буженина, свинина, баранина. Из рыбного, филе рыбы, кольца кальмаров, рыба в кляре, фрукты, арбузы, дыни, яблоки, сливы и виноград. В общем, питание в этом отеле очень достойное. Территория отеля небольшая. Внутри отеля два бассейна глубиной по 150 сантиметрам, и один детский. Один бассейн все время в тени, поэтому вода в нем достаточно прохладная, в другом бассейне теплее. В этот сезон у бассейнов почти пусто. Насчет Wi-Fi в номере он платный, бесплатный только в зоне ресепшена и в баре. Собственного пляжа нет, как и у большинства отелей Пафоса. Рядом находится муниципальный пляж Форос, за отелем. Заходить с пляжа в воду очень некомфортно, но есть лесенка для спуска в воду с пирса. Вода с водорослями, песком, всегда волнение на море. В общем, один раз прийти на этот пляж можно. Оборудован душевыми, раздевалками, туалетом, все бесплатно. Кафе-закусочное тоже есть. Ближайший пляж, который достаточно хорош для плавания, это у отеля Elysium 5 звезд. К нему нужно идти, если смотреть на море, то вправо около 70 минут. Пляж небольшой, но хороший заход в море, а также есть лесенка. Минус, нет раздевалок, душа, туалета. Мы побывали на нем один раз, в разведывательных целях. В остальное время ездили на пляж Королл-Бэй и один раз на пляж Афродиты, Петра Таура-Миау. От пляжа Elysium выход в город, через дорогу, кафешки и рядом с этим отелем находятся королевские гробницы. Вход платный около 2 евро, детям бесплатно. Это огороженная береговая линия, где находятся гробницы, раскопки. Работает с 8, 30 до 17 часов. Открытая местность, тени нет совсем. Посмотреть есть что, очень впечатляет. Рядом с отелем. Если выйти из отеля и пойти вправо, там находится магазинчик с выпечкой и самым необходимым, следом за ним остановка 615 автобуса. Дорогу переходить не надо, на котором можно отправиться на пляж Королл-Бэй, если пройти еще чуть-чуть, то на перекрестке через дорогу находится Кинг-Савенни-Молл, на первом этаже которого расположен большой гипермаркет, где можно купить воду по низкой цене. Работает гипермаркет до 21. В этой же стороне от отеля находится порт, харбор и археологический парк. В порту жизнь кипит, пешеходная улица, сувениры, кафе-клубы, магазинчики. Там же в порту находится конечная всех автобусов, и в ней же информационный центр для туристов, там все говорят по-русски. Именно из порта ездит автобус номер 631, по расписанию, которое можно взять там же, в бухту Афродиты, там конечная. Время в пути приблизительно 35-40 минут. Мы ездили туда самостоятельно. Билет на любой автобус 1,5 евро, детям до 10 лет 0,75 евро. В бухте Афродиты находится галечный пляж, красивые дикие пляжи, скалы, можно прогуляться до белых скал, если смотреть на море в левую сторону. Очень красивое место. Можно оплыть три раза камень Афродиты, и будешь вечно молодой, или найти камень в форме сердца и засунуть его в скалу, или забрать домой, и будешь счастлив в любви. Напротив, через дорогу есть подземный туннель, находится магазинчик и кафе-закусочная. Душ, туалет и раздевалки там же бесплатные. Автобус номер 631 ходит достаточно редко, раз в 1,5 часа или даже реже, поэтому заранее нужно продумать время отправления. По поводу поездки на пляж Коралл Бэй, на номер 615 автобусе. Автобусы ходят туда приблизительно каждые 15 минут. Ехать 20 минут. Все автобусы с кондиционерами, для выхода из автобуса нужно нажать на кнопку. Коралл Бэй, это собственно два пляжа в бухтах, без волн. Первый пляж, это за два остановки до конечной, пляж очень большой, песчаный, душ, раздевалка, туалет и все есть. Есть также кафе-закусочная, то есть чипсы, сэндвичи, пончики. Второй пляж, это последняя остановка, пляж поменьше, закрыт от волн естественными коралловыми ритами. На этом пляже есть, где понырять с маской, очками. Этот пляж более интересным нам показался. И также там отличный ресторан Коралл Бэй, который делится на две части, закусочные опитки и основные блюда. В обед там достаточно много туристов, но обслуживание очень быстрое, а главное вкусное. На троих средняя цена полноценного обеда с напитками 35-40 евро. Вечером ходили в центр города Пафос. Это разочарование, центр перекопан, погулять негде, людей никого. Археологический парк Ката Пафос. Вход находится в порту. Цена билетов 4,5 евро. Дети бесплатно. Работает с 8,30 до 17 часов. Открытая местность, тени нет. Лучше запланировать поход, когда не очень жарко. Очень большая площадь. Впечатляет замок 40 колонн, вернее, что от него осталось, мозаики Диониса, амфитеатр Адеон, маяк. Если идти в порт, то с другой стороны дороги, напротив археологического парка Платного, находятся совершенно бесплатные достопримечательности катакомбы Соломонии, мимо не пройдете дерево со множеством ленточек, остатки амфитеатра, еще одни катакомбы, остатки турецких бани и множество других раскопок. В общем, очень удачное расположение у отеля, все достопримечательности в пешей доступности. В порту можно сходить в крепость, цена 2,5 евро и подняться на ее крышу. Если вечером захотите погулять, то это надо идти в порт, там ночная жизнь кипит, есть где посидеть, молодежь собирается именно там. Также в порту, напротив автобусной конечной станции, есть кафе мороженое и каусе джелатерия. Очень большой выбор вкусного мороженого, свежевыжатые соки, смузи и бельгийские вафли. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!